В руках у участников тренировки гимнастические палочки. Комплекс упражнений с этим приспособлением направлен на укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение функции суставов, на выпрямление спины и, конечно, на положительные эмоции. Левую ножку ставим на носочек, правая рука вверху. Делаем вдох, мах, выдох. Лечебно-оздоровительная физкультура известна уже не одно десятилетие, но, кажется, про нее совершенно несправедливо многие забыли. Но только не здесь. Группа активных пенсионеров приходит в культурно-информационный центр «Леонидовка» на такие физкультурные занятия уже на протяжении нескольких лет. Руководитель секции Ирина Пикалова наблюдает у своих активисток большой прогресс. Если рассматривать с медицинской точки зрения, то, конечно, это улучшает качество жизни пожилого человека. То есть люди начинают активнее двигаться, они лучше себя чувствуют, они начинают делать то, что раньше они, например, не могли сделать. И, собственно, на настроении это тоже отражается. После активных тренировок мытищенки прослушали лекцию о здоровом образе жизни. Врач поликлиники номер один рассказала им о профилактике гипертонической болезни, факторах риска развития хронических заболеваний и о том, как правильно питаться. Как правило, все очень много слышат о том, что надо, чем надо питаться, чем не надо питаться. Очень много вопросов задают о том, действительно так вредна соль, в каком количестве необходимо ее употреблять, какими должны быть физические нагрузки для того, чтобы поддерживать массу тела и для того, чтобы ее снижать. Здоровый образ жизни включает в себя многие составляющие. Это и спорт, и употребление полезных продуктов, и прогулки на свежем воздухе. Многие активные пенсионеры, которые уже не первый год посещают занятия, придерживаются именно такого образа жизни. Я очень довольна. Я вообще веду здоровый образ жизни. Я уже 50 лет, можно сказать, то одно, то другое, то бассейн, то аэробика, то фитнес-клубы. А вот так как здесь у нас очень хороший, я узнала, что очень хороший у нас преподаватель, я уже занимаюсь тут 6 лет, 7 лет. Лекции о здоровом образе жизни здесь будут проходить теперь на регулярной основе. Врачи Матищинской городской клинической больницы планируют рассказывать активистам о том, как необходимо поддерживать свой организм в тонусе. Я считаю, что это очень важный проект такой, он обязательно должен быть. Тем более, это все проходит в рамках именно бесплатного, организованного все бесплатного. Программа «Активное долголетие» продолжает привлекать все больше жителей заниматься своим здоровьем. И возраст тут совсем не имеет значения. Эти активные Матищинки – хороший пример для всех. Алла Сталаева, Денис Петров, информационная программа «День».